Дорогой друг, для вас сегодня потрясающие скидки А как вы узнали, что я русский? Вы хотите честный ответ или чтобы вам было немножко приятно? Ну, конечно, честный Вы знаете, только русские на гутмонин отвечают «Ес!» Я вам говорю Серьезно? Да, я еще никогда не был так серьезен Вы знаете, этот идиотский кризис, который вообще разучит евреев улыбаться А что, у вас здесь тоже ощущается? Еще как? Мне вообще кажется, что единственная страна в мире, которая кризис по барабану, это Москва Вы хотели сказать «Россия»? Нет, я что хотел, то и сказал Москва — это Москва, а Россия — это Россия Ах, пожалуйста Подождите Подождите А почему вы так выделяете Москву? Ну, хотя бы по тому, как там справили Евровидение А, ну и как вам? Что как? Клево? Я так думаю, что кое-кто очень неплохо погулял Денег вбухано даже больше, чем вбухал мой сосед Мойша в свадьбу своей переспелой дочери А как вам результат? Как? Дочка таки попала в хорошие руки Да нет, подождите Я про Евровидение спрашиваю А, все закономерно Победил фейерверк Да, косил А вы сами-то за кого болели? Да там без вариантов, за нашего О, так и я за нашего Слушайте, а ваш это который? Да, конечно же, Саша Рыбак Минуточку Я тоже за него болел, но только он ведь не ваш, а наш, русский Тоже спорить Но с какого перепугу наш мальчик из Норвегии вдруг стал вашим? То есть, то есть как это стало? Он и был нашим? Хорошо, по каким таким признакам? Да по всем, по рождению, по видению, по одежде, наконец По одежде, говорите? Это по белой рубашечке, черной жилеточке? Вы мне не делайте смешно Чистый, аккуратный мальчик У белой рубашечки, черной жилеточки Со скрипочкой И вдруг не наш Да, конечно, не ваш Да у него белорусские корни Папа, мама, значит, он наш, потому что русский и белорусы, это практически одно и то же Да, так кто же спорит? Но Запомните сами и передайте всем своим Только у еврейской мамы есть столько терпения Что сыну уже 23 года А он продолжает играть на скрипочке Это я вам говорю Слушай, вы, что-то я не... Ну, а вы слышали, как он по-русски говорит? Как на родном Так это что-то кидово? А что нет? Так я вам скажу Лучше всех разговаривает по-русски кто? Кто? Правильно Михаил Михайлович Жванецкий Ваш президент сам дал ему за это недавно роскошный орден Подождите, да рыбак в Норвегии живет всю жизнь Какой он ваш? Да кто же спорит? Кто же спорит? Но На южном берегу северного ледовитого океана Мерзнет во льдах столица Чукотки города Нада Вот уже 20 лет Беня Гольфштейн заведует культурой И торгует моржовыми клыками Он тут недавно был на Встит родителей Я ее увидел близко, как вас Да при чем здесь ваш Беня? А при том, что за 20 лет жизни на севере У Бени пробилась лысина Побелели пейсы, увеличился шнобель Но он так же стал похож на Чукчу, как я на Мерлин Монро Это вы к чему вообще? А к тому, что можешь хоть всю жизнь прожить в Норвегии Или, прости господи, в Африке И не стать от этого ни норвестом, ни негром Вас послушать, так Дима Билан тоже ваш Ни в коем случае Ну, хотел Ни в коем Но Вы знаете, в Америке есть такой известный певец Боб Дилан Он у них такой же известный, как у вас Русский певец Розенбаум Ну и что этот Дилан? Вы слушайте сюда Я прочитал в одной очень уважаемой мной в газете Что Боб на все 300% наш, чтобы он был здоров А теперь подумайте сами Если Дилан на 300% наш Да почему Билан? Не наш хотя бы процентов на 100%? Это не может быть Опять же таки, когда Когда Дима выступал на Евровидении Помните, кто стоял с ним рядом И делал песни красиво? Кто? Аккуратный мальчик В белой рубашечке, черной жребеточке И между прочим, играл на скрипочке Я что-то не понимаю Вы что, действительно отправили смс-ку за вот этого вашего кандидата? О, кстати, хорошо, что напомнили Я прошу прощения Можно вас одолжить ваш телефон? Я свой дом забыл на кухне Пожалуйста, только поздно уже все закончилось Вы знаете, молодой человек, для хорошего дела никогда ничего не поздно Подождите, куда я тут нажимаю? Ну вот сюда, вот пишите номер, вот дальше текст, а потом вот эту пимпочку нажимаю Слушайте, что вы меня учите, как работать с телефоном? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та О, так и полетело Возьмите Голосование закончилось три месяца назад Да что у меня ваше голосование? Я своей жене послал мессич Что буду скоро на обед? Ну собак А я уже думал, вы действительно в Норвегию поздравления послали Нет, вы знаете, сейчас не время У Норвегии сейчас траур Здрасте Какой траур? Там праздник целый год Это у мальчика праздник А у их правительства траур Ну сами подумайте, где им взять столько денег Чтобы у них получилось не хуже, чем у вас в Москве Найду где-нибудь, они же там чем-то занимаются Все онгу ловит Рыба моя дорогая Нету у моря столько семги Чтобы устраивать такой фейерверк Да Так что вам предложить, дорогой мой друг? Спасибо, ничего не надо Я пойду Вот такие Что вот такие? Вот такие слезы покатятся у ваших друзей от зависти, когда они увидят, какую изумительную вещь он дал вам за даром Да нет, не надо мне, спасибо Я говорю, идите сюда и будете помнить всю жизнь мою доброту Да не надо мне ничего Я говорю, я же все равно вам отдам Продолжение следует... АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо Владимир Данилец и Владимир Боищенко АПЛОДИСМЕНТЫ Не ходите Не ходите, мой дочек Не усаживайтесь Не усаживайтесь Спасибо Дело в том... Я слушаю вас, слушаю Дело в том, что я хочу сняться Моя дочек реально будет сфотографироваться Сняться Ну, конечно, можно и так Нет, ну, можно и сфотографироваться Хорошо Скажите, у нас фотография высшего язряда Вы здесь не понимаете Какой снимок вы хотите? Дело в том, что я хочу жениться Поздравляю вас А моя будущая девушка, девушка меня еще не видела Что вы говорите? А я хочу ей послать фотографию, ей понравится Очень хорошо Вы пришли по адресу Мы вам сделаем великолепный портрет Итак, я слышу Какой снимок вы хотите? Знаете, я вот хотел бы быть похожим на... На киноартиста Хорошо Нашего киноартиста, российского кино Хорошо Такой красивый он Как же... О! Да, Фредди Крюгера Из кинофильма «Не родись красивой» Ну, хорошо Хорошо, мы раздемем, как на рекламу Хорошо, интересно Хорошо Внимание, мы начали Приготовились Не дышать Стоп Да Моя доченька Да-да А что у вас сицу? Лосёная иваль на сицу? А, братья иваль Нормально Нормально Вы не обращайте внимания Это у меня наследственная Бабушка, дедушка, папа, мама и друг Ну, вы понимаете, что на фотографии тоже можете поучиться и сказать, что такое Нет, я должен быть только красивым Ну, тогда успокойте и яйцо, и всё будет понятно Внимание Приготовились Не дышать Сейчас отсюда вылететь Так, стоп Да Моя доченька Да Но вам же нужно уебнуться Ну, что вы так смотрите на меня? Извините, но я уже деньги заплатил Да Ну, сейчас, как вам не стыдно, что вы имеете Я имею в виду унипку, понимаете? Как вам не стыдно, да что вы Извините А, я что? А вы смотрите так, как будто сейчас отсюда выйдет не птичка, а топой Понимаете? Да ничего, ясно Внимание Приготовились Не дышать Так, стоп Да А ну, пап, ёбуй, уебнись То есть, по-твоему, это уебка, да? Да Посмотри на меня внимательно Вот уебка Понимаешь? А вот это у тебя гемаса У меня? Хорошо, я У тебя Внимание Приготовились Не дышать Пашья уебка Тебя как зовут? Татьяна Николай Петя 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 Пашюсин О, скажи мне Ты можешь сказать чиз? Могу Да, ну скажи чиз Чиз Еще раз, чиз 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 Петя, давай я тебя очень пешу Давай так Я тебе дам команду Когда ты скажешь Чиз Вот я тебя щой Иди уже к своей девушке Поняли, да? Внимание Петя готовились Не дышать Ну? Забыл Что ты забыл? Чиз Как можно забыть чиз? Ну так и забыл Ну как ты забыл чиз? А я не знаю Чиз Зашел, вышел, ушел Пришел опять Так что тебе не понять? Почему ты забыл чиз? Я не знаю Почему ты не знаешь? Ты знаешь, что такое чиз? Да что такое чиз? Петя, Витя, Сеня, Гниша, Таня Чиз это сын Понимаешь? Обыкновенный пьястой сын Да Вспомнишь сын И скажешь чиз Хорошо Внимание Извините А какой именно сыр я должен вспомнить? Да какой захочешь, блин Такой вспомнишь Внимание Приготовились Не дышать Давай Позыгонский Сам ты Позыгонский Един Так, а ну иди сюда Что такое? Иди сюда Что? Вот, посмотри на идиота Никого не вижу О, а где он? Кто? Ну этот идиот Ах, смотри Ах Ты же идиота Так это ты Я? Нет Так Там кто-то Я его где-то видел Зачем же не я? Я не сам я Почему? Потому что вы фотографировать не умеете Я фотографировать не умею? Это я не умею? Потому что ты свою мою Это моя Солнце на парикмахерский На спичке я тебе веставшку Потому что ты свою мою Устанавливаешь Я только так Тэнси 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 Тихо, Лохов. Слышь, Лохов, это ж сколько мы с тобой уже в засаде сидим, а? Ах! Кто его знает? Слышь, ты ж делал зарубки. Ну, делал на колбасе. И шо? Ну, шо, шо. Судя по ней, наш срок пребывания здесь не увеличился, а уменьшился до хвостика. Пить хочется. И мне. Долго и обильно не отвлекаясь на тости. Лохов, не разлагай дисциплину. Товарищ капитан, пора б уже кого-то и разложить. Мы тут две недели следим за этим сексуальным маньяком, поневолишь, вживаешься в образ врага. Лохов, я тебе еще раз напоминаю, шо взять мы его должны только с поличным. Прямо на месте преступления. А если преступлений не будет? Лохов, ты оптимист или наоборот? Оптимист всегда верит, шо преступление произойдет. Но если он не захочет? Не захочет, заставим. Не сможет. Шо, Лохов? Правильно научим. Знаешь, что сказал? А? Капитан Жеглов. А знаешь, почему? Никак нет. Потому что все капитаны очень умные. Не все. Я одного знаю, так тупой, как... Кто такой? Я вам потом как-нибудь покажу. Все-таки, товарищ капитан, я бы... Я бы пошел на захват этого упыря. Молодой ты, Шолохов. А я помню, был прейнцингент. Брали одного такого, зверь. Всех или насиловал, или убивал. А вас? Меня убил. Шо-то тут не то, товарищ капитан. Моя жена уже две недели нам носит в эти кусти передачки, как в тюрьму. А этот гадский маяк наслаждается преступлением и на свободе. Шо-то не то в том, Лохов, шо моя жена не носит нам передачки. Да, вы не переживайте, товарищ капитан. Пока мы с вами вдвоем тут сидим в засаде, с ней ничего хорошего не произойдет. Собака. О, правильно, товарищ капитан. А что, если мне тещиного собаку позора к нашему делу представить, а? Ну, чтоб с позором службу нести. Долго думал. Нам же чужого позора тут не хватало. Да знаете, как он не дулит тычет? Кто? Он же животное. У него же пальцев нет. Да я по его морде вижу, что он мне и тычет, крутит. Тещина выучка. И все-таки, товарищ капитан, нужно что-то быстрее делать. Ты свою спешку, Лохов, будешь на похоронах тещи применять, понял? Есть мудрая японская пословица. Только к тому, кто умеет ждать, приходит маньяк. О, Лохов, смотри, появились потенциальные жертвы. А ну дайте бинокля. Ёлки, да какие это жертвы? Это ж наши жоли. Красиво идут, между прочим. Ёлки-палки, пять часов утра. Откуда это они? Вот что значит идет жена капитана, а? Смотри. Ать, 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 ать. А моя ать, 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 ать. А у моей четко так, смотри, вверх-вниз, вверх-вниз. А у моей туда-сюда, туда-сюда. А моя так прыг-скок, прыг-скок. А моя шлеп-шлеп. Шлеп. Разыгрусь на прыг. Работать надо с лишним составом, Лохов. А не с позором дули крутить. Тихо-лохов. Появился объект. А ну дайте бинокля. Господин капитан, это вот это, вот это маньяк. Ёлки-палки, господин, ну я не понял, я ж соплей перешибешь. А все, откуда вы взяли, что это маньяк? Не важно. Валентина моя жаловалась. Шо, приставал? Ну, потенциально. Это ж понятно. Без потенциально не пристают. А ну дай. А вот и появилась женщина. Лохов приготовься. Шо, именно я должен приготовить, товарищ капитан? Телефон мобильный. Сейчас пойдешь снимать все преступление. И смотри, не сорви мне операцию до самого конца. Так, объекты сходятся, сходятся. Лохов. Шо? Женщина взяла с места. Шо взяла? Ну, рванула. А, обезвредила, гада. От молодец. А мы ж тут сидим в этой засаде, как два дурака. Один дурак, Лохов. Виноват. Я даже знаю, кто. Кто? Я вам потом как-нибудь покажу. Побежала, Лохов, побежала. От него или с ним? Рядом бегут. Как на перегонки? Да не хватало, чтобы они еще на чехарду строили. Эх. Ушел, гад. Вместе с женщиной. Господи, капитан. А почему мы не выскочили из засады? Опасно, Лохов. Ты ж молодой. А я один раз погнался уже за таким. Да, я уже понял, что вы погибли не один раз. Гад, даже что-то делать. Надо же как-то помочь. Да кому помочь, Лохов? Он столько раз справлялся сам, а мы тут выскочим из засады, как два придурка ему помогать. Как один придурок. И не ему помогать, а женщину отбили бы. Залегла б с нами в засаду. Ой, с кем залегла? Что ты можешь предложить женщине, Лохов? Фостик от колбасы. И жену на подходе. Господин капитан, а ну... Что? Возвращается. Кто? Ну, женщина эта, оманьячная. Одна? Ага. Улыбается. Ну вот, Лохов, видишь? А ты хотел бабе праздник испортить. Владимир Донец, Владимир Моисеенко. Браво! Спасибо. Проходите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Это вы здесь адвокат? Да, внимательно вас слушаем. Мне нужно срочно отдать под суд моего мужа. Ну, святое дело. А на каком основании? На веском. Мой муж недобросовестный заемщик. Взял кредит и не отдает? И даже не думает. Хорошо, давайте мы уточним вид взятого кредита. Это был автокредит? Нет. Кредит на неотложные нужды? Нет. Ипотечный? О, вот этот последний. Ипотечный. Да, импотечный. На мои неотложные нужды. Нет, девушка, это не совсем правильно. Не импотечный, а ипотечный правильно. Ипотека это кредит на недвижимость. Здесь все правильно. Дело в том, что у моего мужа абсолютная недвижимость. И он взял у меня кредит. Смотрите, он взял кредит на лечение? Да на какое лечение? Он взял у меня кредит доверия. Сказал, что как только встанет на ноги, тут же погасит через недельку-другую с процентами. И не погасил? И даже не думает. Понятно. То есть... За пять месяцев ни разу ничего не ки... не погасил. Слушайте, а может быть у вашего мужа есть кто-нибудь? Кто? Ну я не знаю, может быть есть какой-нибудь поручитель? Может есть какой-нибудь друг, который согласился бы погасить долг вместо него? Да. Был один симпатичный поручитель. Попоручался раза три или семь. Сейчас совсем чуть-чуть. А потом мне заявляет, я больше просто так поручаться не могу. Мне нужны дополнительные вливания. Я ему нежно, как женщина говорю, слышишь, ты чучело? Какие еще у тебя вливания? Я тебе сапоги зимние купила? Купила. Трусы импортные, турецкую недельку купила? Купила. Слушайте, можно его тоже подсюда дадим, а? За что? За то, что недопоручался. Хорошо, давайте мы с вашим мужем разберемся. Да. Значит так, скажите, вот это вот недвижимость, о которой идет речь? Импотечная. Да, хорошо, пусть будет так. Она вообще на кого оформлена? Ну, то же и дело. Если бы она была оформлена на меня, я бы уже ей давно такой евроремонт устроила с подогревом. Ага, то есть оформлена на мужа. Да, вы понимаете, он с ней ни на минуту не расстается. Можно сказать, он с нею сросся. Хорошо. Знаете что, можем попробовать отсадить ее в вашу пользу. Что вы говорите? Вау, вау, кусики, кусики. Скажите, вы ее во сколько оцениваете приблизительно? Пссс, что там оценивать? Обычная малогабаритная недвижимость. Причем постоянно на первом этаже. Без лифта. Ну, это не важно. Не скажите. Не важно. Это вам не важно. Нет, я к тому, что это сейчас недвижимость упала, но это она в любой момент может подняться. Вау! Мармеладики и гого! Вот, и как только решение суда вступит в законную силу, эта недвижимость поступит в ваше полное распоряжение. Вы сможете ей пользоваться в любой момент, а также будете иметь право сдавать ее в аренду как частным лицам, так и организациям. если поднимется очень высоко, рекомендую, правда? Сейчас же! Вы свои рекомендации оставьте, пожалуйста, при себе. Если высоко поднимется, то какая же дура такой и отдаст как частным лицам и организациям? Нет, я лучше лично. Слушай, ну он же просто так ее не отдаст. А если не отдаст добровольно, придут судебные приставы, все опишут, наложат арест и отторгнут в принудительном порядке. Есть все-таки правда на сети. Слышите, мужики, закон есть закон. Если что, отпишем, отторгнем в принудительном порядке, будете знать, как кредиты доверия женщинам не отдавать и супружеский долг не погашать. Закон есть закон. Кстати, мэтр, а пока вы еще не отсудили, может быть, вы немножко попоручаетесь за него? В каком смысле? В прямом обратите внимание на мою бивалютную корзину. Спасибо. Дамочка, 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 сколько там натекало? Вот, вот, я говорю, зарплату рельсами выдают ни тебе часов купить, никакого, другого, черта. Не совсем понимаешь, I came from America. Что? Америка? Настоящий? Нет. Я здесь, Нью-Йорк. Как же сказать, басына. А вы по-нашему sprechensi дойч? Я немножко понимаю. Ага. Это большой гуд. Вот. А то так бегаешь с работы домой, то есть с дому на работу, с работы домой, даже по-американскому не с кем поговорить. Ой, как козел, ей-богу. Тебя зовут козел? Най, я Ньюся. Ньюся? Джулия Смит. Очень отейбл. Очень отейбл. Знаешь, Джулия, я давно хотел у вас спросить. У меня соседка Хвира Соломоновна. Так ее дочка тоже в Америке живет со своим хахалем. Как она там? Соррой, он не понимает, с кем живет? С хахалем. С хахалем? Очень интересно. Это я записать. Я записывать все новые русские интересные слова. Не надо не пишите, я вам потом продиктую, у вас в Америке чернилов не хватит. Вы лучше расскажите, как вы там в Америке живете, мучаетесь. Америка не проблем. Америка я вести здоровый образ жизни. О, Боже. Меня все завидуют, особенно полные женщины. А почему это полные? Они ведут не здоровый образ жизни. А, так у нас их тоже полным полно. На вокзалах и на Тверской даешь 50 баксов делай что хочешь. Мирося, вам надо активно вести среди них работу. О, так наши кобели стараются. А, не кобели? Что есть кобели? Ну, как тебе объяснить? Ну, кобели, кобели, они и в Африке кобели. Ну, это мужчины наши, мы их так нежно называем. О, мужчины, кобели. Нюша, у тебя с ними секс? Какой там секс при таких целях и таких харчах? Люся, я тебе сказать, здоровое питание это здоровый образ жизни. Так это же коню понятно, елки-палки. А вот твой мужик муж, он ведет здоровый образ жизни? Он его вообще не ведет. Он его просто носит. Ну, как медаль за прошлые заслуги. он хочет я тебе анекдот расскажу про наших мужчин. У одной дамочки спрашивает, имфазантной, скажите, пожалуйста, а что вам больше нравится? Новогодняя ночь или ночь с мужчиной? А вона говорит, новогодняя. Почему? спрашивает, а вона говорит, потому что новогодняя ночь чаще бывает. это очень смешно. Это очень смешно. Это я записать и рассказывать о себе в Америке. Очень смешно. Муж не пришел в новогоднюю ночь. Очень смешно. Ты зверица поняла называется. Нюся, скажи, а у тебя есть children? Знаешь что, Джулия, у нас такие слова посусало. можно получить. Слушай, я не совсем видно правильно сказать. Я имею в виду дети. А, дети. Есть цветы жизни. Два бутона. Старший уже в седьмой класс пошел. Большой мальчик? Да, уже 27 годов. Когда трезвый маму узнает. А последнее время занимается гербариями. целыми днями на балконе сушит коноплю. Хороший мальчик, да. Так что, о, все, гастроном открыт. Это у вас, если никаких там проблем, а у нас, если гастроном закроют, то уже не поняла, почему плачем? Ну, что случилось, а почему плачем? Ну, все, понимаешь, что тебе сказать не совсем правду. У меня проблема есть. Ну, рожай уже быстрее, рожай. Понимаешь, у меня Америка хороший муж, но он сильно любит дринк, виски, водка. А, алкашик я недавно узнаю, что мой муж имеет girlfriend. Кого имеет? Горрент. Мой муж имеет баба. О, да. И ты ее знаешь. У меня точно такой же ситуэйсен. У меня подруга Зинка, кума, между прочим, все время моему мужу реку глазки строит. И так построит, и так построит. Я долго смотрела. Долго смотрела. Потом взяла рельсу, это наша зарплата, и между глазках припечатала. Все. Глазки в разные стороны. Ее таки назвали Зинка рельса. Люся, это очень хорошая рецепт, я записался. Пиши, пиши, я тебе еще на трех мужей надихнул. А все знаеш, я тебе скажу, все они одинаковые, что ваши, что наши, кабеля. Вот, почему в жизни такая несправедливость? Вот, почему, когда с нами, так у них угадывал полный импит, смерть? А когда с этим еще на Тверской джакет, джакет, пурпура дым, кроме слов, а? Люся, я тебе скажу, нам есть чему поучиться друг от друга? Конечно есть, значит, знаешь, что, Джулия, пойдем, я тебя научу, как по-нашему бабскую тоску прогонять. А может, я тебе помогать, чтобы не тосковать? Так, я угощаю. Да-да-да, я аплодительный. Не возражаю. Люся, момент. Ага. Люся. Так. нахрен нам эти кобели. Не плакь, девчонка. Владимир Доминец и Владимир Моисеенко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, гражданин следов, АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, здравствуйте. Вы ко мне вас вызывали? Да, меня Петра Семеновича трогали и жену мою Валентину трогали, но она не смогла. Ну, проходите, разберемся, кто вас трогал, зачем трогали, за что трогали. Гражданин следователь, это фамилия такое, трогали. Я, Петр Семенович, трогали, жена моя Валентинна трогали и весь наш род, так сказать, тронутый, да? Да, есть немножко, что греха таит. Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ По какому вопросу? АПЛОДИСМЕНТЫ по делу, значит, по очень серьезному делу об очень плохом, я бы сказал, зверском отношении к животным моих соседей Григория и Галины Пиндюлей. А, это очень хорошо, что вы зашли, я как раз держу это дело в руках. Проходите, присаживайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы успокойтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Все нормально. Вы знаете, я когда подхожу к вашей конторе, ноги сами в пляс идут. А вот вас подальше. Хорошо, я слушаю вас. Ага, значит, готов говорить все, что было и что не было. Так, ну, что не было, не надо, а вот все, что было, пожалуйста, давайте с самого начала. С самого начала. Давайте. С самого начала моей соседке Галине Пиндюлей показалось, что ее муж Григорий Пиндюлей стал, ну, как бы вам сказать. Ну, говорите, как есть. Ну, показалось, что... Ну, как есть, так и говорите. Ну, вот, как вам объяснить? О, вот солнце шо делает? Солнце, но греет. О, не, 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 ну, что еще? Встает. О, о, а Григорий Пиндюлей совсем не солнце. Подождите, подождите, что, что, им потерь, что ли? Боже упаси, боже упаси, мысли в нем, какие партии не вступаем. Вы что, нам этого не надо. Ну, ладно, пишем, потеря мужской силы, да? Да, безвольный по мужской линии. Ну, так, дальше. Да, еще интересно, моя жена, Валентина Трогали, ничего за ним такого не заметила, и на лицо он был свеженький. Ну, это мы выясним дальше. Да, а дальше моя соседка, Галина Пиндюлей, значит, пошла к столетней бабке Веклы и купила там дорогое средство для этого дела. Ну, бабки, она уже лет пять, как ни к чему. А откуда вы знаете, что дорогую? Да как же, она у нас десятку заняла, а мы этих десятков сильно дорожили. Так, ну, хорошо, дальше. Дальше. Дальше хотел бы заметить, что, вы знаете, моя соседка, Галина Пиндюлей, женщина очень осторожная, и даже, когда варит обед, первая его никогда не пробует. И вот она решила, значит, проверить средство для этого дела на животных. Эксперимент. Ага, ну вот мы наконец-то дошли до сути, да? Да. Ну-ну-ну, и что же дальше? Ну-ну. Значит, дальше, дальше. Первым ей на глаза попался и кот-огурец. И самое, знаете, вот, интересно, мы же с Валей, трогали, женой моей, ничего не знали про эксперимент. и были сильно удивлены, каких кот этот-огурец ворвался к нам во двор и циречно надругался над нашей кошкой Муркою, собакой Гамчиком и моей меховой шапкой вместе с Моллю. А как же вы? А нас он держал в заложниках. Дело в том, что мы с женой моей Валентиной трогали, закрыли в хате и понимали, что живыми он нас оттуда не выпустил. Вы знаете, честно вам скажу, я в молодости таким же был котяром. Вы знаете, вот до сих пор в марте сердце на спине дыбом становится. Показать? Так, не надо. Сейчас октябрь. Ага, будем ждать. Так, хорошо, дальше что? Ага, дальше, дальше его, значит, соседка наша, Галина Пиндюлей, пригрозила, значит, этому, значит, как его, коту, да, вилами и больше мы его не видели. Так, хорошо. Но ходят... Пишем, кот пропал, да? Да, да, да. Уходят упорные слухи, что в городе появился маньяк и сильно злобствует. Так, это все домыслы. Дальше давайте. Дальше. Следующим был петух Гарик. Сначала все были довольны. Куры неслись гирляндами яиц, а некоторые с площадкой яичной колбасой. Но когда над нашим селом перестали летать птицы и стал нестись крупный рогатый скот, мы насторожились. Так, 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 что же дальше произошло? А дальше моя жена Валентина трогали, пригрозила, значит, этому петуху бульоном, в смысле, топором, и мы его больше не видели. Так. Но ходят упорные слухи, что в лесу появились кукарекающие дикие кабаны. Так, знаете что, господин Дронутый, у меня в материалах дела написано корова, а вы мне петухом голову морожите. Правильно, правильно. А также была корова Анжелка. Ага. Подождите, или это дочка у них Анжелка, или дочка корова в смысле Анжелка. Короче, не важно. После того, как она, значит, вступила в эксперимент, эта корова взяла трехметровую высоту забора без шеста и 25 километров гналась за нашим ветеринаром-осеменителем, который убегал от нее в город на мотоцикле. Я так понимаю, что больше вы их не видели. Да, больше, но ходят упорные слухи, что в районе увеличилось поголовье рогатых байкеров. Подождите, это все к делу не относится. Что дальше? Чем закончилось? А дальше, у моей соседки Галины Пинюлей хозяйство закончилось, и она перешла на наше. Моей жене Валентине трогали хозяйство, стало жалко, и она предложила меня. И что? Так, то же дело, граждане следователи, тут же заковыка, что это средство нужно не вовнутрь принимать. А как? Мазать под фостом. И? Я не дался. Почему? Так, то же дело, что к этому времени информация просучилась, и к нашему двору начали, значит, стекаться женщины, страждущие всех поколений, а мужчины наоборот, взяли, значит, круговую оборону и взяли лицензию на отстрел бешеного животного. Эксперимент ведь не завершенный, где вообще, где вещественные доказательства? Значит, так я бутылочку герметически закрыл, на огороде закопал и забыл, где. Так, внимание, опергруппа на выезд. Все в ружье, ОМОН, спецназ, лопаты. Я буду лично руководить операцией. Граждане исследователи, я понимаю, что вы уже не солнце, ну, я бы вам посоветовал этого не делать, ну, серьезно, ну, 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 посмотрите на меня, ну, не дай же ж Бог вы примете этого, в ваших внутренних органах этого не выдержать. Без петуха мы еще можем как-то обойтись, а как же без вас? Петуха, подождите, так куда же вы, дорогой, пострелы быть? Владимир Данилец и Владимир Моисеенко. Спасибо. Спасибо. Юрмала, спасибо. Где он? Где он? Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Приветствую вас и поздравляю, вы наш миллионный покупатель. Так я еще ничего не купил. Так вам ничего и не надо. Все, что вы можете сегодня унести в руках, ваше бесплатно. Шо? Да. Что же я могу унести? Да. В руках? Да. Бесплатно? Да. 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 Вот это меня повезло. Давай. Налажу. Девушка, да, будете помогать. Иди сюда, не бойся, помогать буду. Итак, поздравляем вас еще раз. Вы миллионный покупатель в отделе «Все для женщин». Шо? Ну, написано же «Все для женщин». Погоди, минуточку. Я пришел в отдел рыболов. Там написано «Золотая рыбка». Так, значит, «Все для рыбок». Это магазин называется «Золотая рыбка». А отдел для женщин. Да, шо же это такое, а? Да, шо же это за жизнь? Первый раз в жизни вот так повезло и вот так не повезло. Успокойтесь. Первый раз, единственный раз добрался до самого верха, а бабы там уже помешали. Ну, успокойтесь. Иди сюда, слышь, брат. Да. А нельзя поменять отделы? Нет. А товары? Нет. А тебя? Что вы? Нет. Что ж ты, как дочка библиотекарщи на первом свидании? Все, да нет. Так вы отказываетесь брать товары? Я? Да никогда. Давай. Ага. Налажуй. Ха, так, с чего начали? А, о, свадебные платья. У вас есть дочери? Есть. Ага. Три. Сына. Они меня дома ждут со спиннингами, а я как маньяк тамада со свадебными платьями, ну. Подождите, значит, вы отказываетесь брать? Да никогда. Давай. Пять штук. Жена стачает себе водой и вспомнит молодость. Так, идем. А, вот фата. Фата, фата, фата. Так, фата, если задом наперед, пойдет, как на кумарники. Давай, пять штук налаживай. Так, идем дальше. Вот, вот, вот босоножки. Так, босоножки, давай резиновые по колено. Вы знаете, не пойдет, босоножки, потому так и называются, что на босые ножки, и потом они на каблуках. А это не твое дело, понятно? Захочу и на портянки надену. И кому-то мы всем, ну, чтоб не скользили по беру. Давай, пять пар 45-го размера. Так, вот белье. Так, белье, белье, белье. Зашитого цвета есть? Нет, вот, извините, вот только стринги. Ё-моё. Слушай, а как же они в этом маскируются, а? От кого? Женщинам не надо маскироваться, наоборот, им нужно себя показать. Так, сотни вот этих цветочек. По берегу за мотылем ползать. Давай, налаживай так. Дальше давай. Вот, дальше. Мне вот этого не надо. Почему? Ну, не надо мне это. Ну, извините, но многие используют, как стельки в обувь. Вот ты, ну ты думай своей головой, ну зачем мне стельки в босоножках? ты ж думай. Хорошо. О, колготки берем. Колготки, колготки берем. У сеточку. У сеточку. Четыре пары. Нет, пять. Нет, четыре. Четыре. Жене не надо. А вам, сыновья, не зачем? О, балет запишемся. Вот ты чудик, ну чему тебе в институте учили чудик? Это ж прекрасный садок для рыбы. Давай, давай, ложи, ложи. Подождите, одну минуту. Как вы сюда прошли? Что там? Когда? Раньше? Вот, подверг. Все, тогда все выяснилось. Мужчина? Что? Момент. Что? Извините, произошла ошибочка. Какая ошибка? Миллионный покупатель, вот эта женщина, а вы, извините, миллион первый, так что, прошу вас вернуть товар в зад. Что? Кто? Я? Да. Я не понял, а что эта женщина делает тут в мужском отделе? Это женские дела. Стой, 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 а ну иди сюда. Что? Слышь, а ну-ка сбегай, спроси у этой женщины, она замужем? Как? Ротом спроси. Спроси, не хочет она временно выйти замуж за симпатичного мужчину с женой и тремя болтусами? Зачем? А затем, что мы с этой бабой пол жизни будем в халявных трусах по берегу за мотылем ползать. Финистр, это я знаю, прошу, Даночка, 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 даночка. Даночка! Спасибо. Владимир Даниллацов, Владимир Моисеенко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну мне получить вознаграждение за убийство Какое убийство? На улице Перехвата Погодите, вы что свидетель этой трагедии? Да, я свидетель, ёлки Так проходите, пожалуйста Спасибо, всё же произошло на моих глазах Присаживайтесь, чай, кофе, может? Нет, что вы, спасибо, я с утра только пивко Ну это потом, ну это потом Ну давайте, давайте, дорогой, давайте, рассказывайте, давайте Ну что рассказывать, ну, значит Еду, я сейчас в автобусе Так, не спешите, я константирую, так, в автобусе Автобусе Бузе Да, дальше, ага Здесь все, значит, смотрю Так А соседы газеты читают Так А там, значит, чёрным по-синему, значит, вот такими буквами, значит Хорошее вознаграждение Ну да Я сразу соскочил и к вам Это вы молодцом, молодцом Скажите, вы живёте на улице Перехвата? Я? Вы? Да Да, паспорт, пожалуйста Паспорт Чей? Ваш Мой? Ваш, да, конечно Вот, пожалуйста Ага, так, так Минуточку Вы же прописаны на другом конце города Я? Вы? А живу на улице Перехвата Ну, и женщина из одной живу А, я понимаю Она там прописана Мужа у неё нет То есть, ну, где она, наверное, не знает А я, значит, там немножко Да, поджимаю Ну да, значит, давайте В этот день вы пришли домой И что? Я? Вы? А в этот день Так, товарищ, пожалуйста, не надо про хмыря Не надо Давайте о преступлении Вы пришли домой в 6 часов в 18.00, да? Дальше со всеми подробностями Я? Вы? Значит, нахожу я, значит, квартиру Так В 6 часов в 18.00 Так Смотрю Так А там такие подробности Так Поляна накрыта на двоих Запотевший пузырёк Натаха в новом плате Ну, можно пропустить О, думаю, можно и пропустить Ну, пропустил Граммов 121, не больше Хорошо, так Смотрю Так Ха Натаха в новом платье Вы это уже говорили Да нет, она переоделась Хорошо Хорошо, дальше Смотрю Боже мой Так Не может быть Не может быть А платье-то прозрачное Это не важно Эй, не скажите, Дюбанка Там такие две боеголовки Дюбанка Хорошо, ладно, хорошо Как дальше развивались события Только я прошу вас Только самое главное Ну, как, как Ну, приселись с Натахой Носов Телеф 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 Смотри Так И самое Пожалуйста Мелкие подробности пропускайте Мелкие пропускать? Да Понял Восемь легли Восемь легли, хорошо Вот, я извиняюсь А хорошее вознаграждение Это сколько? Это потом, все, потом Восемь легли То, что вас насторожило Удивило Боже мой Мелкие подробности Мелкие подробности Стреляли Говорю, слышишь, вроде Боже мой Восемь легли Жизни тяжело Поворачиваюсь Нет, совсем Говорит Тебе Не холодно Я говорю Холодно Она Пойдем Спать Кто Она Натаха И локти мне Как Мелкие подробности Пропускаем Все Да Опять Мелкие подробности Ну что Пойдем За пилком За пилком А за вознаграждение И за вознаграждение Пойдем Я тебя застеркну 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 Няяяяяяяяяяяяяяяяяяяяу... Ваших каких-то других милых лет... Чёрт углових по билѐке... Амкочоц ас... Терсоцексу... Чёрт! Проспитч... Ссу! Чёрт! Не учёкнах, да? Амселин�... Вот там из к��-либеца стала... Вот мае-то в нас приятные борьки как молоплии. Стоит он, это краёк стакан-фан-ло, на линии фэй-по. Но мы абсолютно равны. Нет? Да, мы равны. Когда мы не сможем идти в сторону стакана, мы не считаем. Ведение! А мы не сможем очищать себя над на беседе, а не сможем об этом. Я с вентябном контрактаре, Какой мой честный кава? Ха-ха-ха! В первой подковке я вам проведу, чего не делаю. Что же я думал, что вы начинаете вести вон, Ставься, как ты меня делаешь, что вы делаете? А я не разговариваю, что вы делаете? Я не делаю, что вы делаете. А в прошлый раз, ты же с ним. Потому что когда ты был, я бы не был один соцсвадрел, ты не сказал, что вы делаете, что вы делаете в ручку, и так, кто из-под дым а грехчук, зашлял его в небо за профиль. И еще по его колосси, трогать на грех, а грех, а грех, и как мы беремся в понятие, вон к любому другу, и в голове и руке, а рот и клачу, и желткое парад, и что осталось в двух утра, и смело тверь, и все, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 уже в конце концов. Какой стиральный порошок самый лучший? Давайте поспрашиваем. Ну что? Вы будете ругаться. Что случилось? Я дырочку потерял. Да елки-боги, вот она. А что вы спрашивали? Стоп. Все стоп. Так. Как? Калина Карповна. Да. У вас собака есть? Да. Была. Значит, слушайте меня внимательно. Однажды собака пришла с улицы и надела на ковре пятер. Не перебивай. И чем только ты не пробовала. Соседка сказала, попробуй Дору. Понятно тебе? Да ладно. Вот. Пишем. Какой из стиральных порошков самый собачий? Сейчас мы узнаем. Боже, что я говорю. У мире животных. Собаки собачья смерть. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Однажды у нас была собака. Однажды она вернулась с улицы. Упала на ковер и нагадила. И чем только я ее не пробовал убить. Кого? Полищука. Что? Что, обратно не то? Не то. Давай еще раз. Давайте. Что? Так вы сначала спросите. А действительно, какой из стиральных порошков? Кто мне ответит? Я отмечаю всю правду. Я, мать семьюк неполноценных, жду девятого. Однажды Светочка вернулась позже обычно. Однажды Светочка вернулась через трое суток. На груди у нее было большое пятно. Другого не было совсем. Но ты взяла долго. Но я взяла стиральный порошок и так отпробовала эту дуру вокруг сквера. Что пятна разошлись. Сидяки рассосались, а я наобратно стала девушкой. Я даю человеку слово сказать. Женщины, увидите этого гада Полищука, не поддавайтесь. Не будьте торами. Никакой порошок не поможет. Слышно из дальнего зарубежья. Дилер. Немец. Дилер это фамилия. Или диагноз. Это есть украинский фермер Иван. Я ему сейчас продаваю свой новый трактор. О, давайте же у ваш трактор залезем. О, это же рюмашин. Ёли, пахи. Это я потом покажу. Смотри, как я. Я потом покажу. Извините. Ёли, руль как по маслу идет. Ёки-пахи. Педальки вообще не слышно. Вот это машин. А это что? А, это есть кондиционер. Кого? Есть? На, ну я не понимаю. Приятный воздух. Гуд. Температура воздуха за бортом. Плюс 25. В кабине. Плюс 17. Солнце. А кто это с тобой только что разговаривает? Это блоктовой компьютер. Ёх. Сколько лампочек. И уси мигают. Ёка, якщо ж вони уси поперегоряют. Най, най. Боже, Данил. Хотя мы ж хоть что-нибудь знакомы увидим. Боже, дима. О, а где у вас тут бардачок, а? Не понимаешь? Вот тупа Германия. Ну, бардачок. О, бар. Да, ласкательно. Бардачок. 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 Эта кнопка есть бар. Видите? Прохладительный написок. Угощайся. Да ну, я... Я вас хотел спросить. А какая ж тут шморгалка? Вас? Да шо вы ко мне не мене, не мене, а шморгалка. Ну, чем заводить? Ну, дир-дир. А-а-а. Чем заводить? Дир-дир. 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 Эта кнопка нажимай. Вбитая. Ага. Гуд. Шо гуд. А-а-а. Дир-дир. 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 Поктор, теперь вы бите. Брат, эту ручку на себя. Дир-дир. Гуд. Шо гуд? Боже, испортился. Ха! Почему это на наш сарайчик побежал? Заборачивай! Не волнуйся, ты там ее сдвигаться! Ох ты живешь! Тону тебе вновь! Что вы говорите? Но, даже чей дорогой немецкий немец, что наш человек привык видеть столько лампочек только на Новый год. И то через одну. А вот шморгалку каждый день. Данил, я извиняюсь. Что? Что есть шморгалка? Это как... Ну, поверозочка такая. Ламатываешь ламагнеты и какие... О! Он мой трактор, я тебе покатаюсь. Пойдем, пойдем. Данки! Это есть... Что? Это есть стальной конь марки Б. Полностью бералус. О! Шморгалка! Это сам и шморгалка? Сделано инью СССР. Заводим, да, техника на грани фантастики. Иди сюда. Смотри, магнета. Я. И шморгалка. Какие? Смотри. Я. Бобик, сколько раз ты говорил хряпалку приварить? 25 килограмм человеку на пальчик. Сильно забомбедили? Ничего. Ничего. Продолжаем обучаться. Я здесь, не бойся. Смотри. Опа. Магнета. И как... Йех. Сразу видно, что машина работает. Залезь у середину. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 О! Здравствуйте, никто, что мы едем, а не саранчик. Едят перелетные птицы. Ну, как нравится? Клянь, не нравится. Мне есть плохо. Эх, камрад, а кому сейчас хорошо устанавливает? Не устанавливается. Но это, как вы говорите, немцы, нам пахет не хоху. У нас все продумано. Доезжаем до того бетонного столба. Найн? Упираемся по опыру. И стоим! Ура! Проходите. Проходите. Спасибо большое. Здравствуйте. Вы меня извините, пожалуйста, я забыл сразу представиться. Иванов, редакция сельского хозяйства. Очень приятно. Председатель колхоза «Месть Ильича» Иван Опанасович Кабездох. Это очень приятно. Я в курсе. Садитесь. Иван Алексеевич. Опанасович я. Что, что, извините? Опанасович. Извините, пожалуйста, я просто... Аналогично. Значит, у меня времени мало, поэтому давайте сразу к делу. Давайте. Значит, ну, вы знаете, что мы давно и с большим интересом следим за вашим хозяйством, да? Да. Ну, да, конечно, я же не первый раз с вас... Нет, подождите, я бы... Наверное, да, конечно. Ну, ну. Ну, понятно. И вот мы узнали, что вы совсем недавно стали снова разводить кроликов, да? Да. Нет, подождите, я вообще ничего не передал. Если разводим, значит, разводим, да только кроликов много разводим, короче. Ну, ну. Не, ну вы разводите... Разводим всех подряд, да. Да. Понятно. Ну, хорошо, а у меня-то вопрос. А вот скажите, почему? Я знаю, многие не хотят. Понимаете, не хотят, люди. Не хотят, говорят, забот много. Понятно. А вы, значит, забот не боитесь. А я не боюсь, я такой. Хорошо, Иван Алисович, а вот вы... Опанасович, я. Что извините? Опанасович. Ай, извините, пожалуйста. Аналогично. Да, да. А вот вы не могли бы сказать несколько слов о ваших кроликах, нашим радиослушателям? Так почему же так сказать с огромной радостью? Спасибо большое. Многие отказываются, вы знаете? А я не откажусь. Дорогие товарищи радиослушателям. Нет, только одну секунду. Вот все идущики. Одну секунду. Секундочку, сейчас микрофончик я включу. Э, нет, вот этого делать не нужно. Почему? Спрячься, пожалуйста, потому что у вас ничего не получится. Не надо. Почему не получится? Потому что я когда вижу микрофон, то у меня... Что? Голос выполнения пропадает. Ай, Иван Амисеевич, вы не волнуетесь. Ну, Афанасович я. Извините, пожалуйста. Аналогично. Слушайте, да не волнуйтесь вы так сильно, я вам помогу. Вы понимаете, мне нужно, чтобы вы сказали, ну, ну, хотя бы одну фразу о том, что кролики. Это не только ценный мест. Вы, 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 извините меня, пожалуйста, до вас утром тоже проходил один корреспондент. Ну? Хотел у меня немножко взять интервью. Ну, и что? Ничего не получилось, а с человеком произошел несчастный случай. Царство я буду без. Так, знаете что, вы меня, во-первых, не пугайте, а во-вторых, объясните мне нормально, чего вы боитесь? Да я и сам не знаю, чего я боюсь. Ну, правильно, потому что тут нечего бояться. Вот смотрите, я беру микрофончик, так, включаю его и совершенно спокойно нормально разговариваю. Нормально, понимаете? Нормально. Давайте быстрее, пожалуйста. Ага, быстрее, это только кролики разгружаются. Так, господин Кабыздох. Ага. Мы будем работать? Конечно. Поехали. Что, уже выключили? Да так, давайте, чихо, чихо, чихо. У меня много времени совсем. Давайте, 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 я помогу, давайте. Что? Извините, про каких животных вы спрашивали? С вас? Про козликов? Про козликов? Что, про кенгуру, чихо? Вы что, кенгуру разводите? Про кроликов я спрашивал, поехали. Кроли, это не только ценный мех, но и ценные когти, шерсть и молоко. Какое молоко? Каролина, я. С утра на молоко, с вечера на самогонку. Понимаешь, что-то в природе происходит. Ай, смертает, понимаешь? Давай, Иван Алексеевич, значит, я все понял. Времени у меня мало, да? Поэтому давайте сделаем таким образом. Давайте. Я вам сейчас эту фразочку скажу. Да. Так? А вы ее послушайте. Запомните. И вот сюда в микрофончик, и просто повторите. Хорошо? Так вот так же ж нужно было сделать с самого начала. Только Котовский заскакивает и в морду сразу тычет. С ума сойти не можно. Извините. Запомните или записать? Да что, дурно, 20 год кончайся, лез академии не кончим. Это такое. Хорошо, давайте. Давайте, значит, смотрите. Скажите такую фразу. Давайте. Только не спешите. Хорошо, хорошо, я мертвую. Одну. Одну. Так? Кольки. Ики. Это не только ценный мех. Х. Но и. И. Что? Что? Это три. Три. Четыре. Ири. Килограмма. А мы. Диетического. Ого. Легко узваиваемого. Ого. Мясо. И все. Все. Запомнили? Мнили. Что мнили? Это я вас спрашиваю. Вы запомнили или не запомнили? Извините, господин Ивановна, у меня такое ощущение, что вы меня тут за придурка держите. Уже дурной такой, не заполнился, ибо он. Все, работаем? Ну, конечно, что-нибудь взуимый. Еще одно, я вас очень прошу, пожалуйста, вот сюда, в микрофончик, не кричите, хорошо? Ну, говорите как-то спокойно. Естественно, как бы это ребью, да? Нужно как быть человеческим голосом, а? Абсолютно правильно, человеческим голосом. Все, внимание, приготовились, поехали. Нет, расслабьтесь. Я говорю, расслабьтесь. Я говорю, расслабьтесь, и знаете, как бы, как бы, как бы на улыбочке так, ну? Да-да-да-да-да-да-да. Крюльки. Это не только ценный лень. Хорошо. Ну и три, четыре килограмма диетического легко усвояемого мяса. Иван Алексеевич, великолепно. Всего вам доброго. Нет, 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 одну секундочку. Только мясо я просил усваиваемого, хорошо? Давайте еще разик. А я, извините, как сказал. А вы сказали, усвояемого, понимаете? А ну же, извините, как? Я же только что вам сказал. Нужно усваиваемого. Усва-иба-имогом. Понятно? А, так вы сразу и сказали. Все, я понял, давайте, поехали. Я извиняюсь. А это по какому? Это по грамотному. По грамотному. Усва? Так, ладно, что я подскажу. Все, давайте, поехали. Начали. Нет, расслабьтесь. Я говорю, расслабьтесь. И как первый раз, что я тебе с ним голосом? Ну, на улыбочке. Хорошо. Кролики. Так. Это не только ценный мех, но и три. Четыре центнеры. Стоп. Какие центнеры? Прошу кролики по центнеру. Опечатка, извините, опечатка. Давайте еще раз. Спокойно. Килограмма. Килограмма, я прошу. Давайте, спокойно работаем. Нет, расслабьтесь, как первый раз человеческим голосом. Ну, улыбочку. Хорошо? Кролики. Так. Это не только ценный мех, но и три. Четыре килограмма диетического. Легко. Легко. У-у-сва. Сва-и-и. Ну, шо. Да усваиваемого! Не грыть твою налево. Слушайте, давайте лучше я вам про карпов расскажу. Да при чем здесь карпы? Мне кролики нужны, понимаете или нет? Да пускай повоздихивают ваши кролики в чертовой макере. Вы лучше про карпов послушайте. В нашем озере вот такие две карпы водятся. Бегемоты, ей-богу. Просто в году, когда гостей бога и призводитель залез в озеро, так пришлось искусственное дыхание делать в перепугу. А почему? Мы заняли этих карпов кормим, а деделю не кормим. А наш дурноватый бухай по пьянке. Залез в озеро в тот побед, когда карпов не кормили. Я не понимаю. Так они ему! Какой пугань? Василий Степанович наш ветеринар. Так сейчас так и полноцом разговаривает. Вы что, издеваетесь? Я уже вернулся. Давайте работать. Карпы! Это не только... Да какие карпы, волосы? Кролики же, елки-палки. Я пока еще микрофольчик не включил. Смотрите, вот эту штучку. Мне вот так щелкнули. Кролики! Это не только, ценный чуйник. Слушайте, вы нормальный человек? А что, не видно? Не видно пока! Смотрите на руку. Вы руку видите? Да, ну что, дурные руки не вижу. Так вот, я вам махну рукой вот так, и только тогда вы начнете говорить. Понятно? Репетируете? Да, ну что, я вам попко постараюсь репетировать. А что, одну разу повторить не можете? Не стыдно, господин! Господин Иванов, включили, не боюсь. Дайте сюда! Так, господин Иванов, вы меня разозлили. Я? Да. Сделаю. Включайте. Не боитесь? Не боюсь. Включили? Да. Выключите. Свои, боже, 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 боже. Своя боль все не могу. Вы читаете, да? Да вы уже вообще, я буквы знаю все. Жи. О. Не надо дальше. Прочитайте. Усва, ива, и, мо, го. Все, дайте вам бумажку. Внимание. Мо, мо, мо. Приготовились? Мо, го. На руку. Мо, го. Кей. Мо. Друзья. Мо, го. Крульники. Это не только ценный мешк. Ну и три. Четыре килограмма диетического. Мешку. Ёхко. У. Сва, ива, и, мо, го. Фу. Сало. О, записали господин Леону в Чикакли. А то меня ваши кенгур уже заколебали, ей-богу. Здрасте. Какого сало? Откуда? Мешкарпа в разводе. Уехали. Алло, это скорая помощь. Это председатель немедленно ко мне. Тут уже второй корешпандент за сегодня чокнулся. Стюардесса по имени Жанна. Полетели.